Всё произошло средь бела дня на остановке музыкальное училище. Пешеходы ждали, когда загорится зелёный. Как вдруг на полном ходу в них влетел Рено Логан. Я своей подруге кричу «машина» и бежим туда вглубь остановки. Но не успели. Теперь главные доказательства в этом деле – запись видеорегистратора и уличной камеры. Вот водитель Логана при подъезде к перекрёстку улиц Меркулова и Водопьянова пересёк двойную сплошную линию. Потерял контроль над автомобилем и выехал на тротуар. Дальше всё как в тумане. Причём как для самого таксиста он был пьян, так и для пострадавших. Я ничего не помню, потому что я даже не помню, куда я отбежала. Ничего. Я уже очнулась в больнице на следующий день. Какие травмы? Щепь и мозговая травма с кровоизлиянием, с большой гематомой и перелом кисти правой руки. Сегодня в суд пришли трое липчан. Они пострадали больше остальных. Ещё двое делались лёгкими травмами и сильным испугом. Никаких извинений, никаких раскаяний, ничего от него не было. Не начиная с пятого числа, начиная с момента ДТП. И вот до сегодняшнего дня я его не видел. Не увидел Андрея Кравцова сегодня и судья. Горе-водитель просто не явился. С октября он находится под подпиской о невыезде, где подсудимый не знает даже его адвокат. И лишь соседи Кравцова по дому догадываются. Он уехал из города. Его нету тут, он тут не живёт. Давно? Ну как давно? Я не знаю, наверное, с зимы где-то я его не видела, во всяком случае. Сегодня суд решил, на следующий процесс Кравцова будут доставлять приводом. Если дома его не окажется, то, скорее всего, подсудимого объявят в федеральный розыск. За серьёзную аварию ему грозит до четырёх лет лишения свободы. Светлана Федоренко, Тимофей Астахов, ТВК Новости. Продолжение следует...